Малолетние биографии, они не знаю, не по-настоящему. Я единственный был в Алтаеском районе, которому давали документы, дела следственные, я как будто следователь. Я выбираю, какие самые трудные заключенные за убийство. И мне их вызывают, я сижу в кабинете, работаю с ними. И шестеро заходят за убийство. До суда еще четверо выходят на свободу. Без всякого следователя, они раскрывают свою душу. Я представляю данные, начинают со слуха, они на свободу. Только двое пошли под кут. Они еще захлопущили бы все. А там тюрьма-то она не справляет. Она ломает человека и делает его самым негон. Он выходит туда, а его не в Китай выпустят, а до суда. Я говорю, теперь только один вопрос, кем он выйдет, дверь или человек. Меня увлекает. Почему идешь в херму? Я знаю, я иду под ОТАС, теперь губернатором, председатель по правам человека, защите прав человека. Представитель президента. Достаю, что им там нужно. А так видят. В один день, когда я занят, 56 динамиков. Я выступаю по рации, по камеру. Так я иду. Мне они верят, а им не верят. Почему я казался? Я знаю, о чем он верен. Он говорит о том, а я уже говорю, что будет, она в подчатке. Евангелие в каждую камеру доносит. Дарут слово. Только, что он не испортит. Будут читать другие. И только одно Евангелие попросили. И все непонятно, как оно попало. Без детей было там. Что-то там вырезано было из Евангелия. Глины наелся. А говорили, вы даете это все. Меня там Евангелие не погубили. У нас дома больше погибаем. Это Бог делает. Если ты желаешь измерить остановку, пожалуйста, я с вашим. Пожалуйста, я с вашим. Никогда больше на ребенка не спаду. Это я просто умоляю. Что ребенок помешал пойти в храм. Нет, ребенок побуждает пойти в храм. Ребенок плащет. А Василий Григорь говорит, что над ним плащем выражает моление к Богу. Плащ ребенка – это не наш плащ. Его надо расшифровать. Душа молится. А вот он будет мешать. Все нахи туда выйти, а где нахи. Здесь, здесь, здесь. Ничего не будет. Не крестись над ним. Он один. А как ты? Я не могу, я привязанить. Рожать больше надо. Только один вопрос. Тебе некогда будет, на пятерых не расползешься. Четверых, семье. Иди пока гуляй, потом принесу. Все. Все знал. Как зонт был. Прошелся годы, премистремляемых. Ищи на пыль. Как только сама своя цена стала жить, так стала опять менять. Дьявол. А что делать? У нас вытрущит полгода, где-то маленькая. Мы начинаем облицать. Вот сейчас приехал Михаил Экинадин. Диографию просто туда рассказать. Он когда-то, когда-то, я приблизительно вам скажу, лет 20-15 назад, он слышал пленки. А я тогда, и сейчас это нельзя было писать скала. Я на пленке наговаривал пруды разные, а потом отдельно от них свету. Я брал из всей литературы, там из Полцова, из Чехова, из Горького, где про Бога, про Возрождение. Представляете, надо было много-много считать. И эти пленки расходились. Они слушали, но не знали, кто насчитал. Там стерто все уже было. Но он поспрашивал, он не знает, он хотел раньше встретиться. А потом попадает книга. Моя книга. И он там находит это и видит схожее. И он тогда внизу, там на телефон, он звонит. И он говорит, как по телефону услышал, тот, который на пленке был. А вы не Игнатий Ласкин, да? Мне нужно встретиться. Я говорю, зачем? Я же в твоем две недели тоже. Никакой нужды есть у вас, есть книга, считайте. Я хочу, я говорю, есть все на этом, положу просто. Еще раз позвоню. Я говорю, книгу у вас есть, считайте. Вам не надо ни очаровывать, ни очаровывать. Но он на этом не остановился. Еще считает, проходит время, но снова звонит. Я тогда разрешаю. Один раз он побыл, уехал. В следующий раз побежали в бою. Потом крестится он, крестится его мама. Она отошла в месяц в этом году. Приезжает сестра, которая знакома. После этого приезжает с импетишками на браку. Потом поехал с нами на благополучие. А началось с чего, что я ему сказал. Это его очень тронуло. Обычно так, вербуют, там, захватят, ой-ой-ой. А у нас этого нет. Я тебе сказал, ты перед Богом теперь. Не надо это. Я знаю, баскисты как беседуют. Он со мной встречается. Он не спрашивает ничего. А ты знаешь или нет, что это все грешно. Я не слышал, говорю, справится. А как вы? Хотите там, кроме листов, как это? Ну, у него же он расспросил бы свой какой-то по иммунисту. Не важно. Он не знает, как они с ним как. У нас это не принято. Она знает о Христе. Я о Христе не буду рассказывать. Почему? Потому что она знает. А у них, а там, фиканты, все одинаково себя ведут. Он начинает цепоте, не спрашивает, надо ли меня. Да я спрашиваю, что ей непонятно. Вот теперь видно грядка, которая не засеет. Единственное, что знает грядка, а она не поняла. Я теперь могу. Я такая определенно молюсь. Вопрос не должен, но вопрос и будет. Но если она получила ответы и сравнила с тем, что у ней, ни на чем не стоит, то осталось человеческое укрепление. А это уже победит. Отвергнись в себя свое яд, повали его, сбрось и выйдет. Я тебе определенно сказал, и священника нет сверху. Никогда не было. Никто не признал, а ты безголовая на заводы. Ты возразить можешь, если не запах, чтобы все-таки не закончили. А далее? Ну а далее оттуда и вот уже каус, встречайся. Эти контакт есть, никогда не было. Они не учили. Так они не учили. Они говорят, вот это воспоминание. Больше ничего нет. Память о вечеринах. Это тайна. Таинственное превращение в лево-трелок. Вот о чем речь идет. Сказали, сказали, как? Идет работа. Она даже не знает, ложится спать, что-то. А раз молится, и в конце концов, коснется. У меня был кручен один партнер. Мы беседовали сектанцы. Обещали кинтарство, что там воскресенье. Ну и они трудно, наверное, идут. И вот один из них, он не принял. Но уехал в Америку. В Америке живет уже 10 лет. О том разговоре не помнит. И поехали они внимательно. И кажется, он свое делает, и свое делает. Зачем на него взял или кричал? Зачем реагируете? Это потому, что ветер. Ветер, что нет, там, губ-губ жит. Вот он вообще не обращал никакого внимания. Зачем это так? Он плачет, ну и задержил зал. И вот у них сломалась машина, вот этого бортиста. А он там бортист номер. Ну и поехали за деталями где-то далеко. А он один остался ночевать там, где-куда уехали-то. Ну и ходил, и вдруг припомнил нашу беседу, которая была в Советском Союзе. А уже прошло после этого, ну, лет 25. Это уже 7 лет должно было умереть, еще подобное. И брук говорит, я сел и думаю, а вот Игнатий говорил, что еще не так. А мы не принимаем. А почему мы не принимаем? Когда дожатно растут все дети. И он один был там, и ему Бог открыл. И он теперь проповедует то, что я тогда говорил, он не принимал. Меня там не было. Это не мои слова. Но я слова эти привел. Я поговорю. Отвече в Ветер-Сарске я привел им 72 места на панель. А все, которые было четыре. Блаженный Пят, имеющий участие в воскресенье, в первом начале. Первое даже воскресенье, а другие там воскресенье. Ну, где-то начали. В откровении, в 20-й год, вообще проповедует. Ну, понимаете, что это в воскресенье первое? Ну, это первое, которое праведите, а потом, чем слышали, грешники накладывающие в воскресенье. Я же так уверен. Скажите, а вот Господь сказал, в день, в который впустите смерть и умрешь, Адам. Он умер или нет в тот день? Нет. То есть слова Христа не исполнились? Исполнились. Исполнились. А где это написано? Вторая глава, пятый стих, посланник и петлян. Это написано в 15-й главе Лути. Сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Блуд, да сын вернулся. Он был мертв и ожил. Как он мертв? По грехам. Адам умер в тот же день. Павел говорит, что и нас, мертвых, по преступлениям наших, оживотворил, воскресился Христа. Вот первое воскресение. Первая смерть была духовная, а от нее духовное должно быть воскресенье, ничего не понятно. Павел говорит, что соображайте духовное с духовным. Они ничего вописки не понимают вообще в Писании. Христос он был за нас. А ты веришь, что ты спасен? Ты спасен? Ты спасен. Павел говорит, мы спасены в надежде. Я спасен. Что-то Бог знает. Тогда Христа только в судный день откроет, где ты будешь. Но я верю, что Христа открывает мне спасение. Я могу быть спасен. Смысл-то один. Это однажды мальчишка один в Америке. Говорит, папа, сейчас выборы идут. Президентам. А почему ты президент? Ты же право имеешь. Нам в школе сказали, что каждый гражданин в Соединенных Штатах Америки, кому 30 лет, кто прожил не меньше 10 лет, а ты тут родился, может быть президентом. Да, сынок, я тоже. Ну а почему нет? Да, видишь, и сынок, тут, а дальше начинаем. Для того, чтобы быть-то, во-первых, нужно обладать чем-то. А их избирает таких еще студенческих видов, которые особенно выдаются в Соединенных Штатах Америки. И тогда их приглашают купить в масонскую лозу. Сегодня везде об этом пишут и понимают. Что голосуют в Америке, это все фальш. Рейган был такой, Ронард Рейган. А было когда избирали, а перед ним избирают, допустим, Квинтона. А он, артист был, он сразу запечатался, который проводится этой баспице. И сейчас, да, Ронард, в следующем фильме. А в Америке еще будут голосовать, синие-красные лампочки загородки. А уже заранее все решено. Путин будет дважды избран по шесть лет, а там еще новый закон примут. Это все для тех, которые быдло. Они думают, они убирают, мы никогда не ходим на выборы. Так и здесь. Каждый не может. Спасен быть, который верит во Христа. Теоретически, да? Если я не уверовал, он умер в этот же момент. А если идут, то мы спасены на веру. Ну я же уверовал, я верующий. Ну и что? Все стихтанки говорят, ты спасен, ты спасен. А ты не слышал такое выражение? Многие потерпели кораблекрушение веры. Слышал? Это значит, корабль вы и шалому веру. Верь, не бель веры. Верь. Почему ты думаешь, что ты не попадешь в этот список? Спасены в надежде. У меня есть надежда, что Бог меня спасет. Он меня отпросит. Так, готовы? Ну там еще сейчас. Готовы. Вот в этом дело. Теоретически, когда я тоже приехал из Казахстана, веровала, принялась еще один. Поначалу, здание на нее. Из-за плотка. Из-за плотка. И пришлось менять работу. Да работа такая хорошая. Она мне пишет, что делать. Что на своем. И Бог дал ей работать уже в плотке, в другом месте. И никто не трогает. Так? Слава Христу. Вот так. На кухне все готово. Готово. Все. А что делать делать? Вен, а еще и? Ваши сальчика с претающей. Да. В эту пупадину стараюсь уже не забыть. Ваши сальчика. Да. Ваши сальчика. Ваши сальчика. Ваши сальчика. Ваши сальчика. Велика милость Твоя и за этот день Ты даешь им день памяти Самого великого пророка Из рожденных женами Иоанна Крестителя И молитвенными его Помилуй нас Приведи этих людей к окрещению Таинству Прощению грехов Мужчина жить и в бедности Имея пропитание и одежду Быть благочестивым и довольным И никогда не роптать И каждому дар и жилье И Гавриилу и священнику Сергию Тебе Господи слава за все Отец сын и святой дух Аминь Я спросить хочу Кто отправлял Тимофеев Утром я отправлял Так ты отправлял Да Во сколько приехал Игорь Пол пятого Нормально поехал Да Ничего вещи не забыли Нет Ну все теперь только ждать звонка Мы сказали где там будет встреча Благословен Господь По хорошим поехал Да Не больной Он даже подошел У тетю Любу благословил Что Господь с вами Вот это да Ну видите мы что могли сделать Это не просто Ко мне в лагерь привезли одного ребенка А он не разговаривает Ну не разговаривает он Вообще не разговаривает Я разузнал ее о биографе Оказывается на его глазах Он небольшой раз там Отец убил мать Зарезал ее Зарезал и бросил И он с матери С мертвой зарезал И сидел там в воде В полном по ней Что с ним было Ну просто понимать надо Что это не просто стресс А это другая жизнь Все другое И он не разговаривал И там какие-то видимо врачи Психиатры Над ним работали Ничего не могли сделать Доблокировали полностью И мы его не трогали Он живет месяц Второй И друг заговорил Заговорил И как будто у него Отрезалось что-то И другая жизнь И ребенок совершенно нормальный Вот Такой же шустрый Как Тарасик Что делает Любовь Вот снаружи Если посмотреть Смотрите Какая у нас строгость Вы запомните Дети Колокол ударит Вот ответ Держать только бегом Иначе останешься без обеда Где бы ты ни был Колокол ударил Оставляй Что там Футбол играл Или что Потом подберешь Хватай в руки И вези А потом поймешь Обсуждать не надо Здесь Музыку заказывают Другие А прием Все что вам Это Хорошее дорожение Я где бываю На дорогах Музыку заказывают Горис А плясать будете Выше пера Все скажет Побудешь делать Почему там Ты не горды бачишься Да я вот так Но я потому Что ты рассказываешь Моя сестра едет Родная сестра И что-то нарушила Ну старое время еще Он подошел Вы нарушили Здесь Он говорит Штраф Штраф тогда был Поменьше Я не знаю Сколько тогда был Ну скажем 50 рублей К примеру Я хотела ему Объяснить Он говорит 100 рублей Я говорю Вижу что Я говорю Да корова-то На пути у меня Шла Он говорит 200 рублей Я говорю Понял А следующее будет 400 Я выложила деньги И поехала Я был в Америке Я видел Как полицейские Какие они надутые Все это Приборы Какие-то там Разговоры И он задерживает Молодую женщину Она вышла из машины Она с ним говорит О чем же Она с ним говорит Оказывается Речь идет о том Она спрашивает Где ближайший банк Заплатить нужно В течение Допустим Двух часов Через два часа Тебе будет Не 15 долларов По 20 Они первым делом Нарушившие что-то А доказывать не надо Все зафиксировано И в суде Ты будешь опровергать То что здесь У него зафиксировано Снято Это у нас Что там Договорились Милиция Грабит Там не так Ему мало не покажется Когда будет доказано Что он это делал Полицейских уважают Притом Неоднократно Вот эти Торговый центр Которые взорвали Самые высокие Это я был на вершине Там Платить кажется 5 долларов Надо было Чтобы там быть За меня заплатили Там даются Подзорную трубу Смотреть рядом Памятник Свободы Стоит Пакелом Женщины Вашингтон Я мог оказаться В тот момент Когда был взрыв Все которые были Вверху Все погибли 3300 человек Ну у нас В то время Благополучно Это был 92-й год Месяц где-то Июль Сошли вниз Тут парни Посажены Полицейский Подошел А можно с вами Копы их зовут А можно с вами Сфотографироваться Ну а я одет В сапогах Ну вот Ну они сразу Видят русский Русский Отличается Все-таки От других И видом И всем И он мне говорит Ну я недели побыл И по-английски Опять стал возобновлять Потому что я когда-то Мог говорить А вот Прошло 30 лет Я дал слово И я с ним Я говорю Оттуда Америка Будет Все хуже Поднимали Это будет То ли он Это педринят Сказал То ли Действительно Это так Понимают Но в любом Варианте Они знают Что так Течно Продолжается Америка Видя жандарно Долгой Там Сирии Долгой Дверах Это не будет Рано или поздно Эта кость Станет На берем Гором Есть такая Дига Выброса И легенда Хвостока Там Описано Так Вот у нас Дятел Есть Он Шишку Рвет И потом Ее тащит И зажимает Такая специальная Развилка Дерево Есть Ну как Ему держать И тогда Семена Вытаскивает А отработанное Бросает вниз Это называется Кузнецый дятол И там Целая куча Навалено И он Каждую шишку Несет Туда Так вот Эта птица Она Хищник Она ест И тоже В одном месте Убьет Притащит Съест А кости Внизу Куча костей Но бывает Момент Когда она Ничего не может Поймать Она возвращается С этой кости Птица Какая умная Она ищет На кости Бывает И не ободранное Мясо Засошивается Она Ее кость глотает Но прежде чем Ее проглотить Она ее лапой берет И сзади Проходит Себя Просталкивает Если она Пройдет Тогда глотает А иначе Она из нее Уже не выйдет Поэтому Надо смотреть Проглотишь Ты или нет С кем начинаешь Спорить Сначала Ты Это все Надо брать Для себя Не кидаться Вому Сегодня у меня Уже с утра Недоумение Я Володе Сказал Он снимал Я выходит Я говорю Вот Ни раз Мы снимали Как Обуваются Где-то И батюшка Ему какое-то Замечание Сделал Я ему сказал Володя Ты не обращай Внимания Никакого Совершенно Что батюшка Недоволен Он в первую очередь На меня выйдет Но Володя Он малодушный В этом вопросе Он сразу Погатил Все Я и так Там снимал Рассуждать не надо В храме Батюшка может А это Из храма Уже вышли Я сейчас Пойду С батюшкой Разбираться Почему У батюшки Опыт Нулевой У него никакого Опыта нет По записам По роликам Никакого Он не пишет Не записывает И не смотрит Он вообще Этого не знает И поэтому Рассуждать Он просто не может А что полезно А вот у нас Вчера мне вопрос задали Почему вы Ни разу не покажете Вот показали здесь Вот так вот Руки просто Запачкины У Тарасика Я им подошел И мы говорим Сейчас ударим колокол Надо мыть руки А почему вы не покажете Как они моют Где у вас руки моют И бани Нам это очень интересно Так что придется Продолжить съемку Дети подойдете К рукомойнику Сколько есть У нас рожки не все Детей мало А тогда 10 рожков Было Маленьким Скамеечки Они остались Ну стульчики Наверное Остановятся Чтобы доставать Значит интересно Интересно И сегодня Только мне позвонил Один человек Который совсем Ко мне и не расположен Но я говорит Уже просмотрел Сто тридцать роликов Ваших Как у вас Подход к каждому ребенку Все это дело Видят Такие отзывы Даже Супер возвышенные Это Бог так делает И уже И в голосе Во всем Чувствуется расположение Чем роликами У батюшки На этом нет никакого Ну нет Он не смотрит У него Нету Прибора этого И он не снимает Нигде Он на другое А тут он Вмешан Это несправедливо Закон смещения Он человек В первую очередь Я попрошу Помолиться за Володю Чтобы он больше Никогда Нигде Не отступал Ни малодушничал Сказал мне Игнатий сказал Снимать Все Дальше Пусть со мной Разговаривает Тебе приказ дан Почему так много Убивает репортеров Они снимают Под пулями И вот сейчас В Тунисе было На лодке Подплыл А у него с собой Был зонтик Туристический Татам Асабад И он расстрелял 38 пляжных Которые на пляже Были в Тунисе Вот только Вот сейчас Вели там военное положение И 40 человек Ранил Но Кто-то снимал Да и один человек Встал в полный рост И снимал И стреляли Его не трогали И все говорят Отродился в рубашке Репортер Он видел Что падает Один за другим Убитый И он продолжал Снимать Чтобы оставить И показать Ну а для следователей Лучше нет Ну и вот уже Расстреляли Этого Который был Ну погубил Сколько Я Подворачиваю И все К Володе Чтобы нигде Он не бросал Снимать Наши ролики Ждут Каждый день Спрашивают Потому что Мы показываем Вот с нуля Начинаем В бедности С такой Вот видите Какая у нас Нищета Там говорят Из всех щелей Нищета Но Будучи нищим И всех обогащаем Обогащаем Тем что открываем Вам понятно это? Да Так Тарасик Все руки сейчас помоешь У тебя Ну-ка Покажи руки Посмотри Ты же знал Ты же знал Что сейчас будет Смотри Он строитель Он строит Успевай И чтобы быстро Садился за стол Понял? И тогда Когда мы Садимся за стол Не брать хлеб Ну когда туда Придем Сейчас ты поторопился Так Платочки Так Платочки У кого Платочков нет Придется бежать Второй день уже Так Куда? Куда? Не-не-не-не-не-не Бежать не туда Сейчас выйдем Мы покажем Там где мы шли Из церкви Там тополя Растут первые На них надо Допытать Сорвать от платочки И принесете мне Покажет Этот платочек Надо упользовать Я вам память Прищу в карманах Понятно? Да Так у кого нет платочки? Я Ну прям Вот смотри У меня сколько карманов Вот в одном кармане Я наделал костюм Я сегодня оделся Специально Такой рваный Надел Потому что Иоанн Креститель Ходил в такой одежде Я умышленно Не переоделся сегодня Потому что Иоанн Креститель Ну все понятно За стол Так Выходите Сейчас Я могу сопроводить Я не знаю Не знаю Ну пока Я могу сопроводить Я не знаю Я знаю Я знаю Я знаю Ты тоже нашел сейчас, так и говорите о ней. Мы проехали, повторяю, от всех Атлантических океанов. Понимаете, что такое? Позади Франция, Германия, Испания, Португалия. И пили только сырую воду везде. И ни один не заболел. Почему у нас все время священная вода была? И врачи по-другому не говорят. Вот люди, которые в больнице дают им воду, быстрее выздоравливают, настроение другое. Они начинают говорить там энергетика какая-то. Мы это не отрицаем. Ну, мы верим и жуткие это делаем. Теперь давайте. Так, и на фар приготовьте этот. Вот он. Это подверг самый маленький. Вот. Вот. Назарь это будет, нет? Всё. Всё. Убежал? Всё. Так, давай сюда. Даже не один, а три. Это за все остальные ружи. Это подойдет все раза больше. Так что не забывайте. Смотри, как карто не попадается, как ни карто не стал. Так, да. Так. Вот это было холодно. На. Так. И, ну, да. Вот. В холодильнике, чтобы тебя лягут. Они, может, в полной комфорте для сухарей моих. Погода холодоватая для нас. А то мы пошли по ягодам. Зубники наелись вынаправлять. В воскресенье уже молоко можно будет. Сливки. И мы будем ягоды прямо в холодильник приходим и с молоком. А почему? Вчера, как говорили, сидите облокачиваю на стол. Всё. Так, одну-тую надо полугольника. Если мы stim маленького проблем. Для нюхек полугольника. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok